всем привет давно мы с алисой не ходили гулять в наш парк который большой недалеко от нашего дома и сегодня я решила туда сходить у нас очень жарко но дома сидеть не хочется будем гулять мы сейчас идем по моему любимому району который находится рядом с домом алиска у меня едет на коляске алиса тёп-тёп ну давай вылазить ребенок у меня выбрался алис пойдем не хочет шапку одевать солнце такое взяла шляпку она не хочет ее одевать алис шапочку надо одеть мадама моя вот в такую погоду жаркую вот эти зонты очень даже кстати действительно хочется прямо спрятаться в тенёк когда-то ждешь светофор алиса пойдем здесь мы стоять да пошли пошли мы наконец-то одели шапку дались покажись алис покажись в общем жарко очень мы дошли почти до места назначения сейчас зайдем в магазин купим водички и пойдем дальше алис пойдем магазин алиска нашла аппарат играть алиска алиска Алиса, как дела? Окей, спасибо. Алиса тут общается. Алиса, где твой проро? Алиса общалась с дедушкой. Пошли искать. Где? Где? Ищи. Пить. Пошли. Туда пошли. Где? Пошли искать твою проро. Пошли. Где? Где? Где холодильник? Алиса, вот. Смотри. Мама нашла. Пить. Какой будешь брать? Один. 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 Красненький, да? Синенький будешь? Одну бери. Или синенькую, или зелененькую. Алиса, ты красную не пьешь. Бери или вот эту, или вот эту. Какую? Вот эту выбирай, или вот эту, или вот эту. Синенькую? Пошли, да. Давай синенькую возьмем. Сейчас надо купить. Сейчас мама тоже возьмет себе. Кофе тут миллион, конечно. Сейчас мама откроет. Сейчас мама выберет. Проходи. Тетя, давай иди. Достанешь? открой давай подожди мама откроет надо снять видишь эту штучку мы уже почти подошли к парку нам осталось перейти последнюю дорогу на пути к нему стоим опять под зонтиком действительно очень хорошее решение придумали корейцы с этими зонтами яркие такие цветочки красота как алиса у нас ездит на коляске алиса это что за ножки торчат чьи ножки торчат так жарко сейчас мы куда-нибудь на пляж с бассейном очень люблю лето как наверное многие мне кажется я жару переношу намного лучше чем прям холод холод вообще не люблю у меня аллергия на него мне кожа становится красный я сразу начинаю чесаться я сразу вспоминаю студенческие годы когда у меня не было еще машины мне приходилось ездить на двух автобусов в институт дорога была долгая очень долгая этот институт находился в другом конце нашего города относительно того места где я жила постоянно замерзала мне кажется чтобы ты не одел зимой будет холодно я не знаю я вроде одевалась тепло но все равно замерзала приходила домой у меня все кожа красная все чешется в общем это было ужасно но учиться надо было поэтому ездила ну а потом вообще как-то перестала в общем гулять зимой особо накопила себе наконец-то заработала на машину и проблема ушла потому что на машине конечно проще ты замерз если сел в машину погрелся или там пошел гулять на горку на на елку в новогоднюю посмотрел как мы это обычно делали мы выбегали смотрели на ледяные фигурки ну и все и бежали обратно в машину потому что я вот такая межляка вот не очень я люблю зимние зимний отдых развлечения да кто там алиса алиса увидел здесь такой тенечек так хорошо на давай заберу до парк да что что папе что это значит в общем зиму я не люблю поэтому тем более когда нет машины алиса платье что-то поправь юбочку поправь тут так птички чирикуют вообще красота конечно не ну стоит за девочка мой лесник нашла палку алиса зачем она тебе зачем ты здесь бросила убирай обратно убери кто-то поедет на велике испоткнется алиса твою палочку здесь березовая роща алиса пошли пошли на березки смотреть пойдем ребёнок все разбросает все пошли кто там у тебя алиса это одуванчик сильнее дуй не пахнет алиска любительница цветочков не может никак уйти с этого поля с сорока летает алис пойдем мы наконец-то спустя час сдвинулись дальше с этой полянки пошли все эти пикнички такие отдыхают с семьей в палаточках тоже с лялей а там малыш мы когда-нибудь тоже да все вместе так сходим ляле 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 пошли искать ляле 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 хочет искать да папа пошли искать такая березовая роща березкам также жарко листики такие как скрученные немного да да пошли красивые ой как пахнут да вау Алиса смешная из детства любит цветочки нюхать, да? Ты же настоящая девочка. Пошли дальше, смотри, там розовенькие цветочки. Где розовенькие? Алиска командует, куда идти. Что это? Что там? Цветные? Цветные тети красивые? Дай. Ну на, беги. Никак? Никак? Мы наконец-то продвинулись, вышли к озеру этого парка. Хочу, если получится, пройтись по кругу, вокруг озера. Потому что ни разу мы еще не ходили. Когда цвела сакура, мы хотели это сделать. Я была тоже вдвоем с Алисой, у меня не получилось, потому что она бежит то в одну, то в другую сторону. Вот, я надеюсь, что может быть сейчас получится. Алиска села. Села, видимо, очень надолго. Собирается уже мадам куда-то. Здесь такая дорожка для бегунов. И что интересно, поют, видите? Прикольно, да? Она идет в наушниках и поет. В общем, здесь написано, сколько вы потратите калорий в одну сторону и в другую сторону, если вы пробежитесь. Что там? Озеро? Там озеро, да, Алиса? Пойдем вокруг озера? Давай. Вот, смотрите, карта этого парка. Ой, вообще так классно, такая тишина. Смотрите, людей почти нет. Наверное, потому что дни такие относительно жаркие. Все стараются сидеть дома. Вот инструкция, как правильно бегать. Я так думаю. Такие таблички, указатели. Вообще красота. Такая спокойная обстановка. А озеро, видите? Оно такое достаточно большое. И вот дорожка прямо там по краю. Вот так идет. Я надеюсь, что сейчас получится у меня это сделать. Я Алиске дала вкусняшки. Кстати, я нашла вкусняшки. Нам угостили на детской площадке. Здесь очень много всяких злаков. Из разной крупы сделаны они. В общем, такой очень полезный перекус. Вот так выглядит. Пить. Пить? Сейчас дам. В общем, нас угостили. И я не могла найти потом в магазине. Ой, сейчас вдруг. Но потом я все-таки нашла на купанге. И после этого я нашла еще в магазинах. Как будто не было до этого. Хотя я искала. На. Спортсмены, да, Алис, бегают? В общем, сейчас Алиска со здоровым таким перекусом у нас. Мне бы тоже побегать. Может мне ходить бегать по утрам? Сюда. Чтобы физическая нагрузка была побольше. А то здесь я толком без тренировок. Там я стабильно вела занятия, на которых также занималась. А сейчас вообще толком никакой физической нагрузки. Единственное, что ходьба. Там я меньше ходила. Потому что там мы больше ездили на машине. А здесь стараюсь. Ну, не то, что стараюсь. Можно, конечно, еще на автобусе. А так особо выбора-то нет. Вот. Поэтому хожу. Считаю, что движение – это жизнь. Вот, хожу. Кстати, здесь, смотрите. Качелька такая. Романтическое такое место, да? Мы тут с Алиской сидели. Мама, чистые. Чистые теперь? Маленькие. Скажи, где уточки? Где? Уточки, вы где? Чип. Где? Нету. Чип-чип. Чип-чип? Где цип-чип? Мама, чип-чип. Чип-чип? Нету. Чип-чип. Нету. Чип-чип. Нету. Чип-чип. Нету. Чип. Чип. Чип-чип. Ну, нету. Чип-чип. Что мне сделать? Нету. Иди в коляску к себе. Мы, в общем, не дошли до... Даже, не знаю, одну треть не прошли, как Алиса вылезла и ходит тут цип-чип, да? Чип. Пойдёшь на Биби? Чип. На Биби пойдёшь? Чип-чип. Чип-чип. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Ай, котик мой маленький. Чип. Чип. Нету чип-чип. Здесь такое поле с такими красивыми цветочками. Алиса увидела, что туда пошли группа корейцев. И потащила меня тоже сюда. Видимо, будем фотосессию делать. Да? Давай ручку. Да, да. Да, да. Да, да. Сама? Ну, мама тебе поможет. Давай. Давай. Ну, что значит? Мне туда идти? Давай помогу. Высокая ступенька, да? Иди, иди. Иди. Аккуратно иди. Смотрите, какое поле с такими маленькими цветочками. Классно, да? Давай ручку маме поможет. Нет. Сама? А если упадешь? Аккуратно. Оп. Высокая. Вот эту помогу. Оп. Молодец. Не торопись, не торопись. Ладно? Оп. Котик. Куда пойдем? Туда? Пошли. Дядя. Дядя. Дядя будем догонять? Побежали. Мама, мама возьмет. Побежали. Спортсмен мой. Так, мы все-таки обошли уже пол озера. Удалось это сделать. Ну, если честно, на этой стороне не так уж прямо интересно. Здесь дорога идет. И просто дорожка вдоль озера, огороженная забором, вот справа от меня. Вот. В общем, просто чтобы наматывать километраж. Вот здесь он указан. Вот, видите? Оп. В эту сторону, в другую сторону. Алиска все бесится. Не может никак уснуть. Я думала, она уснет, когда мы пойдем вдоль озера. Но она вот сходит с ума. Вообще, обратите внимание, я уже говорила, что фарки такие достаточно зеленые. Это тоже не исключение. Очень много зелени. Даже красиво смотрятся высотки и прям зелень там. Красота. Много деревьев. Здесь такая площадка. Можно зайти на второй этаж тоже посмотреть. Мы там не ходили, но не сегодня. Я все не теряю надежду, что Алиска уснет, пока мы ходим кругами вокруг озера. Мы сегодня гуляем с Алисой по этому парку и ходим по разным местам. И вот везде я встречаю вот этого дяденьку с фотоаппаратом. Фотографирует все, ходит. И мы разными дорогами встречаемся в определенных местах. Прикольно, да? Когда есть такое хобби, он там ходит, фотографирует такую красоту. Я люблю людей с такими творческими увлечениями. Мне просто кажется, не каждый способен видеть красоту вот в простом. Просто парк, да, для кого-то. На самом деле же столько красоты здесь. Еще с какой стороны посмотреть на это все дело. А у фотографов, конечно, такая задача, что нужно найти красивый ракурс. Поэтому такие творческие люди. Здесь такой островок спортивный. С этой стороны парка, с той стороны парка тоже. Вот что в очередной раз доказывает, что в Корее думают о своем здоровье и занимаются спортом. Смотрите, сколько тренажеров. О, а здесь какие-то... О, это что-то от клещей. Какой-то... Видите? Можно с помощью этого избавиться от клещей. Интересно, да? Такая штучка тут. Надо будет потом перевести. Я только учу корейский. К сожалению, не могу прочитать, что это значит. Может, что-то интересное. Ага. Мама, я сиди. Ты мой маленький бандюган? Зачем коляску? Здесь она мне ее порвала. Просто она рукой выглядывала. Тут спицу вытащила. Что за девочка? Так, ну вот и все. Мы сделали круг на этом озере наконец-то. Я это сделала. Алиса до сих пор не спит. Алиса, кто там? Ляля? Привет! Привет! Корейцы умеют, да, отдыхать? Просто вот проводят вот так вот выходные. Прикольно же. Так вышел в парк. Все зелененькое, вокруг птички чирикает. Вот здесь музыка еще приятная играет. И ты со своей семьей или со своей компанией вот так вот проводите время. Мне кажется, хорошее времяпрепровождение. Классно. Ой, там живая музыка. Думаю, откуда это играет? Идем слушать. Варвар. Варвар. Классно? Скажи вау. Да? Все? Сейчас дядя еще будет играть. Будешь слушать, тебе понравилось? Да. Смотрите, как в Корее убирают мелкий мусор вот такими щипцами. Вот так вот берут, хоп, и выкидывают. Интересненько, да? Я у нас такого не встречала. Алиска у меня уснула, и пока она спит, я решила время зря не терять, а походить погулять. Я вообще планировала уже идти домой, но поскольку ребенок спит, можно же ходить. Ходить это полезно, движение это жизнь, поэтому, друзья, идем гулять. Идем гулять дальше. Вышла из парка, и хочу сходить на кольцо. Как оно там правильно называется, я не знаю. В общем, на карте оно выглядит как кольцо. Иду туда. Не знаю, сколько идти. Но Алиска будет спать часа два, поэтому дойти туда точно успею. Такие широкие дороги, я вообще всегда восхищена ими. Мне так нравится. Что-то в этом есть. Рассутье, куда идти? Налево. Прямо направо. Смотрите, какие штучки красивые. Там вон потихонечку цветут розочки. Я так думаю, что они только цветут. Или уже отцвели. Я такой садовод, знаете, что не знаю. В общем, непонятно. Или они уже отцветают, или только цветут какие-то. А, наверное, уже отцвели. Да. Идем по кольцу, поэтому. Здесь разные зоны. Есть также метро, выходы. На разные стороны. Вот такие зоны, везде со знаками. Курить запрещено, что мне нравится. С правой стороны такая интересная горка детская. Прикольно, да? В виде мишки. И у него как будто хвост из одной лапки. Горка. Сделаем кружочек. Посмотрим, что здесь еще есть. Здесь, смотрите, фонтан. Детки радуются. Вот счастье, да? Все мокрые, бегают. Тыкают. Да, в такую же руку, если честно, я бы тоже бы окунулась. Но я такой человек, если я намокну, потом эта мокрая одежда будет прикасаться к моему телу, и мне это будет, мягко говоря, раздражать. Вот. Я не люблю, Саша еще возмущался, мы когда были на море в отпуске последний раз. Мне надо, чтобы все чисто было, чтобы ко мне вот эта грязь не липла в виде песка. Он говорит, ты на море, успокойся. А мне надо все вытереть, чтобы песка на лежанке не было, где мы лежим. В общем, такая история у меня. Я дома постоянно мою полы. Саша говорит, хватит мыть, хватит вытирать пыль. Мы когда жили в Хабарске, у нас там был робот-пылесос. Вот я его постоянно, каждое утро у меня начиналось с того, что я вытирала пыль. И включала потом робот-пылесос. Он, конечно, просто поддерживает уборку. Он не убирается прям вот идеально, он поддерживает чистоту. Саша говорит, сам хотя мне его подарил. Я говорю, она хватит его включать. Я просто на выходном это тоже делала. Он говорит, и так чисто. Я говорю, ну здрасте, мы же ходим. Откуда-то берется пыль. Реально, хотя вот убираешься каждый день. И у нас был девятый этаж, мы жили не низко, чтобы там с окна, там дороги прям такой никакой рядом не было. Просто за домом дорога. Но все равно была пыль. Все-таки как-то странно на меня посмотрел дядечка. Ай, что ему надо? Короче, вот такая история. Смотрите, какая детская площадка. Детей мало. Жарко. Немножко там играются. Там какой-то как пиноккил, что ли. Такая беседочка. У нас в Хабаровске на заимке. Что-то похожее, только намного больше. Почему-то мне просто напомнило. Это круглая беседка. Еще в Корее очень много где. Вот такие одуванчики. Искусственные, светящиеся. Вот, видите, какие красивые деревушки. Красиво, да, смотрится? Классно. Такая зона здесь. Ну что, обошли мы это кольцо. Не скажу я, что здесь прям вау, как интересно. И мне хочется сюда снова приходить. Такое на один раз. Так сказать, для меня парк мне нравится больше, который находится рядом с нами, с озером. А я еще хотела, друзья, у вас спросить. Вообще интересно ли вам вот такие обычные наши прогулки? Может быть, для вас скучные такие видео. Я тогда не буду их записывать. А может быть, вам интересно наоборот смотреть обычную Корею, как мы проводим обычные наши дни. Поэтому буду рада услышать ваше мнение в комментариях. Пишите, не стесняйтесь, как вам вообще такие видео снимать, продолжать. Или что-то более интересное с интересных мест. Я просто люблю гулять в многих местах. Если у меня есть возможность, я стараюсь ходить везде. Если вам будет интересен такой формат, буду записывать. Если нет, то не буду. Вот так вот. А вот про что я говорила, что мне очень нравится. Смотрите, сколько зелени. С левой стороны все зеленое. С правой. Просто это среди вот домов. Вот такие. Такие зеленые участки. Я не знаю, конечно, в разных городах может быть по-разному. Но у нас, мне кажется, мало такого. Чтобы между домами там были вот такие большие парки зеленые. Есть, конечно, но их не так много. И мне кажется, даже не такие они зеленые. Вот именно где жилые районы. А здесь прям много такого. Как-то гулять приятнее, что ли, когда столько зелени. Я все не перестаю восхищаться, как красиво облагорожена территория некоторых домов в Корее. Видите, какие большие камни. Так красиво смотрится. Такой забор в виде камней. Так, а мы идем. Перед нами здесь какая-то барахолка. Чемоданы продают. Какие-то сумки. Последний раз, когда я здесь проходила, здесь стояли работники церкви. Сейчас, вот видите, тут. Рынок такой. Сумочку надо? Рюкзачок. Ой, господи, это манекены стоят. Я думала, у женщины такие рюкзаки. В общем, налетаем на ярмарку. Алиса проснулась. Очень жарко, я его хотела пить. Сейчас возьмем. Я съела. Возьмем смузи. Манго, да? Алиса водичку еще хочет, да? Выпила всю воду. Осталось. Не осталось воды, надо же всю воду купить, да? Вкусняшки. Я вообще люблю всякое кофе. Смузи. Моя сместная девчонка с голыми ножками, да? Алиса. Алиса захотела себе вот такой коктейль. Ну, давай. Пить, да, его? Будем. Давай. Мама, пи. На, аккуратненько, ладно? Мама, да. Мама, биби. Биби, да. У меня манго, йогурт и лед. Как-то так. Вкусно? Нет. Нет? Почему? Ты выспалась? Вот такая у нас прогулка получилась. Спасибо вам большое за просмотр. Я надеюсь, вы поставите нам лайк. Буду рада вашим комментариям. Вот. Всем спасибо огромное. Всем пока-пока. Пока! Алиса, скажи, пока! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok